Рассмотрим ситуацию, когда у вас в доме или квартире несколько точек водопотребления, ну точнее несколько кранов. Допустим один на кухне, один на тюльпане в ванной, ну и один на самой ванне. И вам просто удобно, когда температура во всех кранах одинаковая, ну допустим 39 градусов. А по факту может оказаться, что в одном 39, в другом 36, а в третьем вообще 43. Вопрос, как добиться одинаковой температуры во всех кранах? Рассмотрим три реальных рабочих способа. Первый, самый дорогой и радикальный, это купить новую колонку с функцией модуляции пламени. В этом случае температура будет везде одинаковая и получается это именно за счет автоматического регулирования количества сжигаемого газа. Ну попросту говоря струйка тоньше, языки пламени меньше и на оборот. Так как колонки сейчас, мягко говоря, недолговечны, то этот способ во многих случаях вполне приемлем и применим. Второй и третий способ заключаются в регулировке протока воды. Так как колонка в этом случае без модуляции, то остается только такой вариант. Больше воды из крана ниже температура и наоборот. Принцип простой и другого не дано. Второй способ. Используется мало, но используется. Если на одном из кранов у вас сильный напор и соответственно ниже температура, такое вполне бывает, можно просто врезать кран или вентиль, водопровод перед ним и, так сказать, слегка придушить напор. Третий способ, самый простой и по цене копеечный. Добиваемся одинакового напора за счет изменения его аэраторами или чисткой кранов и шлангов. Допустим, вот возьмем кран, именно на нем температура выше, чем в других местах. С чего надо начать, что сделать? Начинаем, просто тупо чистим сеточку, аэратор. Если это не помогает, значит можно подобрать, вот он не очень хорошее состояние. Аэраторы разные, разные пропускной способности. То есть наша задача, чем больше поток, тем ниже температура. Можно выкинуть, если тут несколько сеточек, выкинуть одну или две сеточки. Это увеличит поток и, следовательно, уменьшит температуру. Следующее, что мы можем сделать. Внутри смесителя стоит так называемый картридж, который смешивает воду. Его можно разбирать, чистить, но он стоит недорого. Также забивается, тут внутри есть сеточки. Смеситель разбирается и картридж меняется. Они, по-моему, там двух или трех видов бывают, подобрать нужный. Следующее, если это не помогает, к смесителю снизу идет, вот он шланг, подводки такие вот, частенько окалено. Ну вот, откручивается все элементарно. Окалено бывает в этом шланге торчит. Соответственно, напор уменьшается, соответственно, температура повышается. Вот это три вещи, которые в 99 процентах, думаю, решат данную проблему. Вероятность того, что будет забита сама труба, ну вот, смотрите, вот эти трубы, которые дальше идут, ну, это крайне маловероятно. Поэтому, вот эти три причины, которые могут решить данную проблему.